Всем здравствуйте, это первый урок по созданию игр на движке Construct 2 И мы начнем изучение данного движка с такого жанра игр, как TDS Давайте же приступим сразу, не будем долго тянуть время Заходим в саму программу, создаем новый проект New Project, появилась наша рабочая область То, что у нас выглядело пунктиром, это то, что мы будем видеть на экране нашего с вами монитора Во время игры, вернее в то время, когда мы будем играть в нашу игру Ну давайте же приступим Для начала мы создадим нашего персонажа и научим его ходить Для того, чтобы создать персонаж, на любое место жмем два раза левой кнопкой Выбираем спрайт, вставляем его и опять куда угодно жмем У нас появляется окно редактирования наших спрайтов Создадим нашего персонажа Я пока не буду вставлять какие-то нарисованные красивых персонажей Пока я буду делать все квадратное Так как мы только учимся Создаем персонажа Я создам его, например, вот такого вот Сделаю ему сейчас область, чтобы видеть, грубо говоря, направление его взгляда То есть, грубо говоря, это будет его голова Давайте вот так вот сделаем И В принципе Персонаж готов Уменьшаем его непосредственно до маленьких размеров Примерно вот так вот И научим его ходить Для того, чтобы научить его ходить Мы выбираем наш спрайт Сразу его давайте назовем плавер Чтобы в дальнейшем не путаться И я вам советую всегда Всегда Называйте персонажей Вернее, ваши спрайты Обзывайте как-нибудь То есть, игрок плавера Там, например Забор забором Для того, чтобы потом в дальнейшем в них просто не запутаться Так как, если вы будете создавать действительно игру То в таком случае Вы просто в них будете теряться В этих спрайтах Их будет очень много Ну все, давайте приступим непосредственно к нашему персонажу Выделили наш спрайт Заходим в поведение Behaviors И задаем ему поведение 8 Direct Это значит, что он будет двигаться у нас В разные 8 сторон Грубо говоря Добавляем Закрываем И проверяем Все В принципе Как мы видим Наш персонаж уже может двигаться В разные стороны Кругами может ходить Но В ТДС очень удобно Когда Игрок следит за направлением мыши То есть, как мы видим Я сейчас мышкой вращаю И ничего не происходит То есть, он стоит на месте То есть, он смотрит туда Куда я нажму стрелками А мне бы хотелось Чтоб он смотрел непосредственно За направлением нашей мыши Так давайте же это сделаем Для этого мы опять Два раза жмем левой кнопкой На любой рабочей области Нашего рабочего стола Скажем это так И добавляем из Новых объектов Маус Теперь, для того, чтобы назначить нам направление Его взгляда Непосредственно за нашей мышью Мы заходим в Ребелактор событий И создаем новое событие Заходим в Систем EveryTick Что значит Постоянно То есть, сейчас мы создали событие Постоянно И добавляем к этому Постоянно действие То есть, постоянно Наш плеер То есть, игрок Будет Иметь направление Назовем это Своего взгляда В то место Где на данный момент Находится курсор нашей мыши Для этого мы выбираем Из Angel То есть, позиция Set Angel Toward Position Ребят, сразу говорю Извиняюсь за свой английский Он у меня очень-очень-очень Очень сильно хромает Поэтому Некоторые слова могу просто читать неправильно Но я думаю, что это ничего страшного Set Angel Toward Position Next И Добавляем То есть Куда он будет направлять свой взгляд Соответственно По оси X Он у нас будет следить на Маус Маус X А по оси Y Он у нас будет следить за Маус Y Применяем это событие Запускаем нашу игру И теперь мы можем видеть То, что наш персонаж Он следит за нашей стрелочкой Но когда мы создавали персонажа Я забыл передвинуть Грубо говоря Его центр И он получается У него примерно где-то Вот сейчас вот тут То есть, как вы видите Я вращаю мышку И он вращается вокруг Вот этой точки Нам же нужно Чтобы он вращался Непосредственно Относительно Своего центра Так Теперь мы давайте Это сделаем Мы выбираем наш спрайт Выбираем Редактор мейджпоинтов Назовем его так И как мы видим Наш мейджпоинт Стоит вот Прямо с краешку А нам нужно Чтобы он был По центру Поэтому мы По Непосредственно Сейчас его сдвинем Так У нас сейчас Позиция 125 На середину Давайте где-нибудь На 63 Даже можно 62 Например Соответственно Теперь он сменял Свою позицию Можно просто кликнуть Не обязательно Вводить по оси Икс по оси Где он будет находиться Можно просто кликнуть Но любое место И он будет вращаться Непосредственно Вокруг этой точки Давайте проверим Запустим нашу игру И как мы видим Теперь он вращается У нас Соответственно Вокруг своего центра Отлично Все работает Здорово Он двигается Следит у нас За мышкой Будет очень удобно По причине того То что Если нам вдруг Придется в игре Стрелять Мы можем Его направить Наш курсор Туда куда стрелять И соответственно Нажать на левую кнопку мыши Для быстро Но для того Чтобы наш персонаж Начал стрелять Нам нужно сделать ему оружие И давайте же Сделаем следующее Мы сейчас создадим Еще один спрайт Спрайт ребят Создавайте абсолютно любой Я создам его Например Вот такого вот цвета Полностью закрашиваю У него квадрат Сейчас Секунду Вот так вот Создадим Вот такой вот спрайт Ребят Без разницы Какого цвета Выбираем наш спрайт Уменьшаем его До маленьких Размеров Относительно Нашему человечку Нашему плаверу Примерно Пускай это будет Выглядеть так Ну и поставим Его например Ну куда угодно Вот сюда Назовем этот спрайт Ган Будет он у нас Отвечать Как за оружие И То что мы его просто Положили Этого ничего не изменит Как он называется Название здесь значения Не имеет Давайте создадим Событие То что если наш Персонаж Будет взаимодействовать Он Коллижен Эназер Обжект Выбираем Объект Ган То в таком случае То в таком случае Наш Объект Так как он у нас Получается Будет подбирать Это оружие Он должен С этого места Пропасть То есть мы Заходим В действие То есть выбираем Давайте еще раз покажу Добавить действие Ган Миск Дестрой Соответственно Наш объект При взаимодействии С нашим игроком Будет уничтожен Давайте сейчас Мы это проверим Вот мы подходим Дотрагиваемся До него Грубо говоря И он у нас Уничтожается То что мы его Уничтожили Ничего не произошло У нас Это нам пока Никаких плюсов Не дало Давайте же Сделаем следующее Когда мы Подбираем оружие Соответственно Анимация нашего Игрока Должна измениться И он как бы В руки берет Непосредственно Данное оружие Которое он подобрал Зайдем в наш спрайт Как вы видите У вас есть такое окошко Которое называется Анимейшн Добавим новый кадр Анимации Назовем его Ган Чтобы не путаться Скопируем то Что мы рисовали На первом кадре Откроем нашу Новую анимацию Ган Секунду Открываем нашу Анимацию Ган И жмем Control Выбираем окно Жмем Control V Так Секунду Я видимо не скопировал Давайте еще раз Control C Control V Все отлично Вставилось И создадим Ему Следующую анимацию То есть Как будто бы он его подобрал И вот он у него уже в руках Да То есть Вот примерно так Это будет выглядеть У меня Вы можете постараться Там конечно сейчас нарисовать Но так как я только показываю Я создам это примерно Так вот схематически Все Закрываем это окном И Вроде бы казалось все Осталось только назначить анимацию То есть если наш игрок Взаимодействует с объектом Ган У нас объект Ган уничтожается И Наш Добавляем действие Например Да там наш игрок проигрывает Такую-такую-то анимацию Мы можем это сделать Это казалось бы очень просто Но Когда мы будем добавлять стрельбу Нам нужно сделать так Чтобы он стрелял непосредственно Из этого оружия И Стрелял только тогда Когда он его подберет Ну Давайте я покажу вам Как Не нужно делать На всякий случай Потому что Если вдруг возникнет вопрос Почему у меня так Вы обратите на это внимание И соответственно Сами это сможете исправить Давайте Выбираем наш игрок Заходим Animation Set Animation И пишем Название анимации Ган Теперь Когда Наш игрок Взаимодействует Непосредственно Вот с этой вот Ган Он проигрывает Следующая анимация Вот анимация у нас появилась Как мы видим Все здорово Теперь он ходит с этим оружием Все классно Но нам нужно Чтобы он стрелял И В таком случае Чтобы он стрелял Мы можем сделать Пулю И чтобы она спавнилась Там Из-за нашего Image Point Но для того Чтобы Это сделать Заходим Значит Открываем наш layout Создаем новый спрайт Создаем Нашу пулю Пускай она будет черная Закрасим весь квадрат В черный Назовем этот спрайт Сразу Bullet Пуля Уменьшим его До размеров Пульки Маленькой такой Пульки Самое главное Чтоб ее было видно Вот ее видно Так Сейчас Секунду Ребят Я ее увеличу Чтоб передвинуть Вот тут Пускай она будет находиться И вот так вот Вот наша пулька То есть Теперь Мы можем назначить То что Если Я жму на мышку На левую То есть При нажатии на левой кнопке мыши Наш Плеер Спаунит Спаунит Другой объект Спаунит Незер Обжект Выбираем Объект И это будет Пуля Применить Заходим Наш layout Выбираем Пулю И забыл Ему назначить Движение Behover То есть Behover Вернее Не движение На поведение Пуля Теперь Когда мы запустим Игру Как мы видим Нажимая на кнопку Он уже стреляет Стреляет у нас Из того центра Точки Которые мы выставляли Хотя оружие Мы это еще и не подобрали В принципе Да И он уже стреляет Когда мы подбираем оружие Он все равно стреляет Из центра Это Самый Простой способ Сделать стрельбу Но давайте Немножко это усложним И сделаем это красивее Как это должно быть То есть Когда у нас Пока мы не подобрали Наше оружие Мы не можем стрелять Зачем нам стрелять Без оружия Это Невозможно просто Поэтому Заходим в редактор Наших событий Удаляем То что мы создали Анимацию То что мы создали При нажатии кнопки Наша пуля будет спауниться Из image point 0 И делаем следующее Для того чтобы нам сделать так Грубо говоря Садать такой сценарий То что у нас будет игрок Стрелять Только после того Когда он подберет наш Спрайт gun Мы для этого создаем Глобальную переменную ADD global variable Для этого жмем правой кнопкой Добавляем И назовем ее gun И как мы видим Наша глобальная переменная То есть глобальный номер Равен нулю И Когда он равен нулю То есть Это просто обычное действие Ничего не меняется Поэтому Делаем следующее Когда наш игрок Взаимодействует С нашим спрайтом gun То Система Устанавливает Set value Нашу переменную gun Равную Единице И Когда она будет равна Единице То в таком случае Если То есть Добавляем действие Compare variable Если Наша переменная Равна Единице То в таком Случае Наш игрок Проигрывает Анимацию Gun Run И Опять же В таком случае При нажатии На мышку То есть Если мы нажимаем На мышку То Наш игрок Спаунит Пулю Применить И вот это действие Мы ставим Вот Под нашу переменную То есть Только Это чтобы действовал Только тогда Когда наша переменная Равна единице Для этого просто Берем С самого края Перетаскиваем Когда появляется Непосредственно Не длинная черная полоса Как вы видите А вот это вот Со стрелочкой Теперь Наше действие Находится Под глобальной Переменной gun Равно единице Давайте проверим Что получилось Сейчас игра запустилась Вот Мы сейчас все видим То есть Мы ходим Я жму на мышку Ничего не происходит Я думаю Вам слышно Теперь Когда я беру Gun И жму на мышку У нас приходит стрельба Но стрельба Как мы видим У нас Опять же Идет Из центра Давайте Это исправим Для этого Мы заходим В наш спрайт Заходим В анимацию Gun И редактор Имейджпоинтов Добавляем Новый Имейджпоинт Вот Имейджпоинт 1 И добавляем Его на край Нашего дула Дула На край Нашего оружия Скажем так Закрываем Это все Заходим В редактор Событий И вот Где у нас Есть Событие Вернее Действие То что Наш плеер Спавнит пулю Из Имейджпоинт 0 Мы заходим Сюда И меняем Просто Имейджпоинт На 1 Теперь мы заходим В нашу игру Вот она у нас Запустилась Вот я жму на мышку Ничего не происходит Я беру Наш Gun Жму на мышку И он у нас Стреляет Непосредственно Уже Из этого дула 1 клик 1 выстрел Я думаю То что У вас Все это получилось Если что то Вам было Непонятно То в таком случае Вы можете написать Вопрос в комментарии Ребят Я на него Обязательно отвечу Если вопрос Будет какой то Сложный Я думаю То что мы можем Даже решить данный вопрос В рейд кале Либо Непосредственно По скайпу Если я не смогу Это просто написать А нужно будет Это рассказать Я вам показал Как не стоит делать Да этот способ Который я вам показал С глобальными переменами Он немного будет сложнее Для проигрывания Анимации Но в таком случае Вы можете менять Действия игрока То есть пока Равно нулю Ничего происходить не будет Когда только Ган будет равно Единице Будут происходить Следующие действия Самое главное Не забывайте То Что Если вы хотите Добавить какое то действие Только в то случае Когда переменная Ваша равна Какой то определенной цифре Вы добавляете Ее непосредственно В эту перемену То есть Вы потом это можете Свернуть И вам не будет Это засорять Ваш список событий Ребят Всем спасибо за просмотр Второй урок Уже будет очень скоро В нем я вам Вас научу создавать Врагов для нашего персонажа Жизни И непосредственно Урон от пуль Всем спасибо за просмотр Обязательно подписывайтесь на канал Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok